Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня предлагаю поговорить о палантине, который я показывала в готовых работах. В комментариях к тому видео Вы задавали вопросы, как я его вязала, сколько петель набирала, что за вязка и какой размер. Так вот, сегодня я об этом и расскажу. Палантин получился легкий, мягкий, немного пушистый. Переход цвета настолько идеальный, что невозможно оторвать взгляд. Окрашивание пряжи в стиле амбре становится оригинальным трендом фабрики Ализе и, думаю, добиться такого плавного и ровного перехода стоило больших трудов. Палантин выглядит прекрасно накинутым на плечи. Он согревает и укутывает. Также очень стильно его можно намотать на шею поверх одежды. Таким образом мы получаем изящное переплетение оттенков. Если мы заходим в помещение и снимаем палантин, его можно компактно сложить и он с легкостью поместится в любой дамской сумочке. И теперь пару слов о пряже, из которой связан этот палантин. Это у нас Ализе Ангора Голд Амбре Батик. То есть, это пряжа, новинка прошлого сезона осень-зима 19-20 от компании Ализе. В последнее время компания Ализе создает свои новинки на основе уже полюбившейся всеми пряжи и выпускает вот такие вот большие объемы с градиентом. Серия этих новинок называется Амбре Батик и вот примерно вот такой вот переход цвета создается в этих пряжах. В этом моточке 150 грамм, 825 метров, цвет 7303. По составу здесь у нас 80% акрила и 20% шерсти. То есть, пряжа должна быть теплой. Продавцам рекомендуется стирать руками, сушить на горизонтальной поверхности, запрещено отжимать в центрифуге и запрещено отбеливание. Рекомендованный размер крючка от двойки до четверки и спицы от третьего до шестого номера. То есть, образец с 10 на 10 должен получиться спицами три с половиной, 28 петель и 36 рядов. Вот такая вот пряжа. Если мы будем рассматривать ниточку, то она такая пушистая достаточно, у нее вот такой вот пух присутствует. Сама ниточка тонкая и состоит она из трех более тонких нитей, скрученных между собой. Ну, что хочу сказать. Уже повязав, вот этот вот ворс, он собирается, если вдруг что-то вы связали не так и хотите распустить, то распускается очень плохо. Так что вяжите сразу, без ошибок. Для того, чтобы начать что-то вязать, конечно же, необходимо связать образец и я старалась найти для своего палантина какой-то узор изначально. Вот эти вот ажурные платки, которыми завален весь интернет, вязать мне не хотелось. Я попробовала разные варианты сетки, но тоже что-то они не зашли. Дальше здесь я повязала лицевой гладью и она, в принципе, мне понравилась. Потом я попробовала лицевую гладь и по краям платочек. Я решила посмотреть, как будет смотреться платочная вязка на краях, но тоже что-то как-то она меня не устроила. Вот этот рисунок неплохо смотрится. Посмотрите, такие петельки, выступающие, очень красиво выглядят, но тоже не то. Дальше просто платочную вязку попробовала, так же она мне не зашла. И попробовав все варианты, я все-таки решила остановиться на самой простой вязке, на лицевой глади, потому что изюминкой этой пряжи, конечно же, является вот этот вот переход цветовой, омбре и любые другие узоры какие-то будут просто здесь излишни. Дальше нам нужно сделать расчеты для того, чтобы определиться, сколько петель необходимо набрать для нашего палантина, то есть для той ширины, которую вы хотели бы связать. Вот. Вяжу я на спицах прим, пятый номер. Вот такие вот спицы, они мне просто очень сильно полюбились. Мне кажется, я теперь вяжу все этими спицами, я стараюсь подобрать, подогнать, вернее, под пятый номер, потому что у меня только пятый номер пока этих спиц, все свои изделия, все свои проекты под пятый номер спиц, и поэтому вяжу этими круговыми спицами, очень они мне нравятся в работе. И вот начало моего палантина, лицевая гладь, значит, я решила, что мой палантин будет шириной 60 сантиметров. Вот сейчас я вяжу, то есть вот такой он будет полупрозрачный, вот такая вот вязка, так вот она смотрится красиво. И для того, чтобы у меня получилась ширина 60 сантиметров, я набрала 100 петель. То есть вот спицами пятый номер, лицевая гладь, 60 сантиметров ширина палантина, это 100 петель. В самом начале, чтобы сильно не закручивалось полотно, я провязала здесь буквально пару рядов платочной вязкой. И по бокам я делаю вот такую косичку, посмотрите, как она выглядит, то есть с нескольких сторон идут вот эти вот косички. Сейчас покажу, как я ее вяжу. Значит, в начале мы петлю снимаем вместе с накидом. Вот так. Сняли с накидом и вяжу весь ряд до конца лицевой гладью. В изнаночных, кстати, рядах точно так же я снимаю петли. И когда мы довязываем до конца ряда, мы кромочную петлю вместе с накидом, вот видите, вот он накид и кромочная петля. Мы кромочную петлю здесь провязываем вместе. Все. Разворачиваемся на новый ряд и снова снимаем кромочную петлю с накидом. Вот так вот я вяжу край своего палантина. И вот так вот он вытянет, видите, косичка со всех сторон. Для удобства вязания начинаем вязать из центра мотка. Находим там ниточку и тогда мы можем спокойно доставать ниточку, у нас моток никуда не денется. Но, со временем, он будет внутри пустеть, да, поэтому этикетку я не снимаю и чтобы сильно его не кантовать, я еще помещаю этот моток в проектную корзиночку свою. Итак, прошло дней пять приятных, уютных вечеров, за которыми я наслаждалась вязанием этого палантина. И, как вы видите, моя бобинка закончилась, корзинка опустела. И осталась буквально ниточка для того, чтобы закрыть мне сейчас петли. Здесь последний изнаночный ряд я провязала лицевыми петлями, чтобы у меня полотно не закручивалось и получился вот такой кантик. Сейчас покажу поближе. вот так получается и уже полотно не так будет закручиваться. Ну и закрываю я обыкновенным, самым простым способом, ничего не выдумываю. провязали петельку и закрыли ее последней петлей. Провязываю петли лицевыми и перекидываю через них последнюю петельку. Вот так. спицами вот этими закрывать очень удобно. Косы вязать, закрывать, когда вот надо что-то подцепить так, чтобы не соскальзывало. Для этого эти спицы просто замечательные. Нравятся мне очень эти спицы, я прям в восторге. Хотя видела какие-то видео обзоры про спицы, где девчонки говорили, что ну вот не зашли они им, ну кому как, видимо. Я влюблена и всем советую. Итак, палантин мой готов. Вот осталась ниточка, тут совсем чуть-чуть. и вы только посмотрите, какая получилась игра цвета. В общем, по своей ширине это 60 сантиметров, да, как мы и планировали связать, вот, а по длине он получился около двух метров. Вот такая вот красота. Сейчас мы его идем стирать, обязательно делаем ВТО, расправляем его на горизонтальной поверхности, блокируем и после этого сделаем измерение уже окончательное. и будем примерять. Все изделия, которые я связала, я обязательно стираю вручную. Я ценю свой труд, поэтому у меня не поднимается рука отправить связанную вещь в машинку. Неизвестно, что станет с полотном и насколько понравится ему барабан машинки. А вот руками я точно ничего не испорчу. Если в изделии есть натуральная шерсть, стираем его средствами для шерсти и шелка. Сегодня я возьму Нордвуд. Обычно у меня в арсенале есть несколько средств. И однозначно изделия после стирки становятся мягкими и пушистыми. Добавили в воду средство, дали ему раствориться, погружаем палантин. Легкими движениями жмякаем его, можно оставить минут на 15, чтобы средство успело поработать, затем полоскаем изделие 2-3 раза и сушим на горизонтальной поверхности. Я вот сделала длинную площадку из двух полотенец и разложила на них палантин. Кстати, длина палантина получилась 170 см. Края хорошо расправляем, они немного подкручиваются. Делаем блокировку нужной нам правильной формы. Когда палантин высохнет, можно будет прогладить его теплым утюжком. Лицевая гладь от этого будет выглядеть ровно и красиво. На этом у меня все. Надеюсь, что вам понравился этот палантин. Тем более, что такая пряжа стоит совсем недорого и вам нужен будет всего один моток. Ссылку на нее я оставлю под видео. Переходите в магазин, покупайте пряжу и наслаждайтесь ровными петельками. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!